Что такое lassen в немецком языке? Сейчас вы узнаете 5 особенностей этого чуда немецкого глагола, который может иметь различные применения, если вы хотите его задействовать в речи. И первое значение глагола lassen это когда мы что-то кого-то где-то оставляем. Например, ich lasse meinen Hut vor dem Eingang, wenn ich reingehe. То есть я оставляю свою собачку у входа, если мне нужно зайти в магазин или куда-то. Lassen это неправильный глагол, поэтому его нужно запомнить, как он ведет себя по лицам. Оспоряжение его будет отличаться на du, то есть ich lasse meinen Hund, но du lässt. Und sie lassen sie ihren Hund auch zu Hause oder vor dem Eingang. Lucy. В прошедшем времени этот глагол будет звучать Was hast du gestern gelassen? Что ты вчера оставил? То есть формируется из двух частей. Второе применение глагола lassen уже не будет связано с его основным значением оставлять, а будет звучать как призыв к действию. То есть императивка call to action. Например, вы хотите пригласить кого-то в кино или в ресторан и говорите, ой, а давай приготовим сегодня пиццу. Las uns heute eine Pizza kochen. То есть теперь мы видим, что глагол lassen обязательно будет связан. Las uns именно вот эта конструкция как бы призывает кого-то что-то сделать с вами совместно. Las uns heute einen Film sehen. Давай посмотрим сегодня фильм. Lassen плюс infinitiv теперь дает вот такой призыв к действию, как бы императив, просьбу. Побуждает кого-то что-то сделать вместе с вами. Третье значение будет сейчас очень похоже со вторым, то есть когда мы опять вроде бы кого-то просим о чем-то, но теперь мы это делаем более вежливо и не las uns, как было во втором, то есть когда мы совместно объединяем наши действия, да, что-то сделать. А теперь я прошу, lass mich bitte in ruhe. Lass mich in ruhe. Lass mich einfach hier sitzen. Lass mich in ruhe. Kümmer dich nicht um mich. Lass mich in ruhe. Es ist alles in Ordnung. Lass mich in ruhe. Ich brauche dich nicht. Мы видим, что здесь у нас нет в конце глагола, то есть просто один глагол lassen, остав меня, пожалуйста, в покое. И это точно также является просьбой, только теперь уже не совместно, а именно одностороннее, как бы, bitte. Lass in bitte ausrede. Ну дай же ему высказаться, да, то есть мы теперь просим кому-то предоставить возможность сделать что-то другое. Нелегкое. А сейчас начинается самое интересное, потому что глагол lassen имеет пассивную функцию в немецком языке. И вот тут нужно его очень-очень аккуратно чувствовать, да, вот как бы немецкие его способы использования. Это когда мы, например, приходим в парикмахерскую и по-русски мы говорим, ой, я тут пришла и подстригаю свои волосы. На немецком это звучит очень странно, очень комишь, потому что как бы, вы что пришли и сами себя подстригаете. И вот теперь нам нужно в пассивном сделать залоге, как бы, что я как бы кому-то даю мои волосы подстричь. То есть дословно, ich lasse meine haare waschen oder schneiden, то есть как бы я кому-то даю мои волосы вместо меня помыть подстричь. Что с действием, которое осуществляется не мной, не само по себе, а кем-то мы кому-то предоставляем эту возможность. И вот здесь его пассивное такое применение. Например, он поехал мыть машину, ну да, он приехал на мойку, но он же не сам ее моет. My God! И пятое значение глагола lassen, особенно он будет сейчас возвратным, относится более, конечно, к продвинутым уровням. Б-21 в основном программа там, где мы его изучаем, это когда мы его комплект в пассиве используем. То есть, например, die aufgaben müssen gemacht werden, да, то есть это программа уже B-21, там мы изучаем именно эту функцию lassen. Или это же, да, то есть задания могут быть сделаны, мы можем заменить die lassen sich machen. Или если мысль, которую вы хотите сказать, что-то не может быть сделанным, тогда можно сказать так же lassen, es lässt sich nicht machen. То есть невозможно, не дает себя как бы быть выполненным. Но это уже сложно, просто знайте, что есть еще такая его функция. Тот, кто дойдет до B-2, до C-1, уже там будет свободно владеть всеми этими способами. Пишите в комментарии под этим видео, какие бы темы вы хотели еще услышать в моем разборе. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, приходите на онлайн-курс, буду рада всем помочь. На этом все, желаю alles guti, tschüss, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok